Добрый вечер, добрый вечер! И мы пишем, кто откуда и какая температура у вас, какое у вас лето, какая у вас погода. Для того, чтобы, ну, как-то ориентироваться, что творится у нас на планете. Я Татьяна Фомичева, автор проекта Кристаллософия, кто меня не знает. Кутаиси плюс 33, как здорово! Швейцария плюс 20. Здорово, дорогие друзья! Итак, вы пишите. Я все вижу. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Москва плюс 18. Привет, Москва! Северный Кавказ плюс 28. И тема нашего кристального календаря, вокруг которого мы встречаемся. Углич плюс 16. Вокруг которого мы встречаемся, у нас удержать высоту. Ну, вы все помните, что мы летели над пропастью. И сейчас мы, ну, как бы прилетели, приземлились. Почувствовали землю под ногами, почувствовали свое новое пространство. И в этом новом пространстве нам надо ощутить себя и ощутить свою, ну, как бы основу. На что мы опираемся? Киев, привет! Таллинн, привет! Дождь! Израиль плюс 30. Здорово! Каменск, Уральский плюс 25. Здорово! Итак, мы должны почувствовать ту самую свою основу или ту площадку, на которой мы сейчас стоим. И я уверена, что все мы каким-то образом карабкались к своей лучшей жизни, что вот все события, которые были до этого момента, привели нас в эту точку пространства и оказались мы на некоторой дополнительной высоте. То есть мы все-таки приподнялись, скарабкались, и неважно, это ваша высота, на которую сейчас вы можете рассчитывать. И добрый вечер, добрый вечер из Саратова, да. Привет, Саратов, да. И Днепр плюс 26. Это та площадка, на которую вы сейчас можете рассчитывать и на которую вы можете опираться. Та ваша высота. И ее надо удержать. Ну, как бы вибрационная. Все наши врата льва, кстати, они закрываются потихонечку, не так, чтобы раз и все, и двери хлопнули. Нас еще может даже приподнять вот в этом потоке закрывающимся, но нас еще может приподнять. И поэтому вот та площадочка, на которой вы оказались. Может вы, конечно, оказались на каком-то супер-пупер широком плато, а может быть вы все-таки залезли на горку и ощущаете ее, ну, как бы себя на ее вершине. И понимаете, что вот вибрационный поток вас приподнял. Вполне возможно, что он потом чуть-чуть опустит. Это так часто происходит. Но сейчас вы можете чувствовать некоторый вот подъем. И от нас требуется вот эту высоточку удержать. Омск плюс 30, Владимир плюс 18, Иркутск ночь, Летово плюс Клапидов 21. И нам надо эту высоточку удержать. И удержать так, чтобы она стала нашим основанием для дальнейшего развития. Для того, чтобы мы могли двигаться дальше, видели перспективы. Для того, чтобы все наши цели теперь начинались уже вот с этой площадочки. И чтобы нашим целям с этой площадочки было хорошо развиваться. Если вы будете сильно сосредоточены на том, чтобы вам удержать эту площадочку, если она небольшая, то очевидно, что вы как бы потратите силы не туда. Если вы будете понимать, что удержать высоту это ваш вибрационный уровень, которому вы соответствуете, в том числе в материальной жизни, то тогда вам будет легко ее удержать. Для того, чтобы не соскользнуть вниз. Львов плюс 30, привет, Львов. Средиземное море, 41, Израиль. Спасибо Иосифу, как у вас там, я бы сказала, жарко. Так вот, мы на высоте. Мы на высоте, вибрационный поток нас держит и нам в том числе помогает. Помните, мы закручивали энергии вокруг себя, чтобы они возле нас, ну как бы задержались. И тем самым нас приподняли. И сейчас мы приподнялись, именно приподнялись на, ну, в своем развитии, скажем так, или в своем вибрационном букете. И вот с этой площадочке мы вполне возможно, что увидели новую перспективу. И те цели, которые мы выставляли, вступая в поток изобилия, которые мы, так сказать, призывали, делали ритуалы, приманивали к себе, они сейчас как бы с нами. Но вот исходя из того, что нас еще приподняло относительно того, когда мы эти цели выставляли, мы можем сейчас немножко это все откорректировать, утоптать эту площадку, чтобы она для нас была более, более, ну как сказать, комфортная и более устойчива. И все равно мы можем внести некоторые поправочки и коррективы. Москва плюс 20, Лавако-Разведрия на час меньше, 7 вечера в Швеции. Кисловодск, днем 28, сейчас 18, здорово. Итак, мы вот, вот, посмотрите, мы написали, кто там откуда, и каждый в своем, ну как бы месте, на своей горке, на своей площадке, в своих окружающих, ну скажем, в том числе и температурных обстоятельствах. И вот в этих обстоятельствах мы корректируем свои цели. Но мы можем, знаете, испытать некоторую такую вау или ой, куда же я забралась. Ну, какие-то или сомнения, или эйфория, или такие вот опасения. Скорее всего, многие испытают опасения. Может быть, я очень сильно на что-то замахнулась. Может быть, я вообще не на ту гору забралась. Может быть, я вообще не удержу равновесие и скачусь вниз. И вот этих вот человеческих, может быть, нас многократно на этой неделе будут, ну как бы, тестировать на нашу уверенность. Тебе действительно этого надо. Ты действительно туда хочешь. И ты действительно чувствуешь себя в балансе и устойчиво на этой своей высоте. Тебе действительно комфортно в этих вибрациях. И твои эти вибрации, они действительно тебя держат? Или ты из последних сил держишься за них и теряешь то, что можно было пустить на свое развитие? Вот момент того, а тебе действительно это надо? И вот когда мы отвечаем себе на эти вопросы, что сейчас для меня или для моей семьи самое главное, какой мой сейчас самый большой, ну как бы, страх или опасение? Потому что страхи человеку, они, вот совсем от них отвязаться не получается. Они где-то там живут и каким-то образом проявляются. Чаще всего они проявляются тогда, когда человек шагнул на следующую ступень развития, шагнул на новую высоту. И вот это вот сомнение, моя ли это высота, она как раз начинает проявляться в том числе и через страхи. Поэтому вот на этой высоте, на своем, ну как бы, пространстве, которого вы достигли, пожалуйста, заявляйте снова и снова, что вы, ну как бы, достойны своей цели, даже не достойны, вы, она вам по зубам, вы все еще к ней стремитесь. То есть вот то самое подтверждение. На этой неделе вас много раз спросят и много раз Вселенная, ну как бы, позволит вам испытать, ну как бы, сомнения. И эти сомнения, в принципе, наши. Это не то, чтобы Вселенная вас проверяет. Это вы сами себя проверяете, потому что есть некоторая энергия, к которой мы привыкли. И есть энергия, которую мы дополнительно осваиваем и не привыкли. И вот устроиться на новом месте, вибрационном месте, сделать его площадкой для дальнейшего развития и вибрационного роста, это вот на этой неделе. Лодь, Польша, привет, привет. Так, опасения есть и варианты видны. Да, и вот вариантов может быть несколько. И эти варианты очень часто люди как меряют? По опасениям. Где у меня больше храбрости? Так вот, не меряйте по опасениям, а меряйте по развитию, по тому своему результату, который вы можете получить. Вот такое мое посланное. И открывает... Да, я сразу отвечу на вопрос. Помните, в прошлый понедельник, на прошлой трансляции я сказала, что мы будем заряжать кристаллы. Да, будем заряжать кристаллы. И я объявлю, мы зарядим не один кристалл, мы зарядим несколько кристаллов. И это, скорее всего, будет ближе к осеннему равноденствию. Поэтому пока у вас есть время, кто хочет участвовать, кто хочет заряжать для себя кристаллы и потом их сеять, у вас есть время их приобрести. Кристаллики могут быть небольшие, вот такие вот кварцевые. Я дополнительно покажу и расскажу. И могут быть даже не кристаллы, а просто какие-то гранитные камешки, которые вы сейчас найдете. Поэтому вот у вас есть время на подготовку. Так, я поменяла работу и появилось много опасений. Да, вот та высотка опасения, справлюсь, не справлюсь, получится, не получится, удержусь, не удержусь. Это все как раз вот из этого. И эта неделя действительно протестирует нашу уверенность, в том числе в себе, уверенность в своих силах. И действительно ли нам это надо? Вот таким образом. Открывает неделю Перид. Перид называют золотом дураков. Но я не поэтому сейчас вот позволила ему открыть эту неделю или описала его, как заглавный камень, недели. Потому что он блестит, он металлический. И он... И он не успела прочитать. Всем привет-привет. В ютубе как-то быстро скрывается, если особенно большой, большой комментарий. А где его там посмотреть? Вот здесь, наверное. Нет. Не совсем я понимаю, где посмотреть. Так вот, Перид. Чаще всего он имеет, конечно, форму кубика. Кубическую форму. Это вот природа такой вот сделала. Смотрите, какой хороший. Такой прям устойчивый. Такая прям площадочка для роста, для развития. Для того, чтобы удержать эту высоту и двигаться дальше. Вот нам дается такая вот, как бы, помощь. Металлическая он. Даже запах имеет, когда его в руках держат. И в то же время он такой золотистый. Он действительно напоминает золото. И тяжеленький, и металлический. И он как бы символически... Вот смотрите, как сверкает. Все время сверкает. Символически может быть камнем, который ведет людей к изобилию. Вот, видите, какой хорошенький. И у него в то же время, вы видите, есть такие площадочки. Вот, которые создают некоторую устойчивость. Вот он, окатанный может быть. Видите, вот если его подшлифовали, вот такой красавчик. И может быть, как некий такой перитовый песок в доломитовых слоях. Тогда он тоже там сверкает. Но вот такой камешек, конечно, он крошится. Он крошится, раскалывается на маленькие микрокристаллики. Так вот, этот камень открывает у нас неделю. Является символом изобилия. Символом помощи. Действительно, помощи. Потому что, в принципе, железо это то, с чем человек развивался. И у нас есть некоторая генетическая память. И в нашей крови есть железо. То есть, железо нам необходимо. И получается, что он нас всячески будет поддерживать. Как будто бы все рассказала. Вы можете этот камень выбрать себе в помощнике, если вы выставили такие амбициозные цели. Если вы хотите, чтобы эти цели привели вас к финансовому изобилию. И я бы даже сказала, не изобилию. А финансовому вознаграждению за то, что вы, в общем-то, вскарабкались на эту горку. Этот камень сильный. Он, кстати, у меня есть про него ролик. Я вас отсылаю к ролику. Кто читает меня на сайте, там этот ролик стоит. В календарном дне понедельника сегодняшнего дня. И я также скажу, что этот камешек сильный. И носить его не просто в украшениях, но вот общаться периодически с ним очень и очень даже здорово. И вот он у нас сегодня будет свидетелем и участником нашей звуковой трансляции. И вы можете чувствовать, что вот звуковая волна идет к вам через экран. И она имеет, может быть, какой-то вот перитовый вкус. Вот как будто бы я все так быстренько рассказала. Еще немножко скажу, что мой сайт обновлен, кто давно не был. И там есть все подсказочки, как пользоваться. Если все-таки непонятно, задавайте вопросы. И также напоминаю, что сейчас мы движемся в осень. Уже август, уже такое дыхание осени чувствуется. И у меня есть в записи курс управления здоровьем звуки кристальных чаш. Это настройки, это прохождение всех систем организма, сборка себя в новом качестве. И если у вас есть возможность, или вы в отпуске, или вы на отдыхе, вы можете себя подготовить с этим курсом очень хорошо к вступлению в осень, в осенне-зимний период. Вот скажу так. Вот так. Продолжение следует...